Он определит, что я делала, что нет. Почему вам хирург оставил вот эту кругленькую часть? У вас не было груди, а был жир под глазами. Килиполитики в попу вкололи, так там такой жар. Вот здесь вот такое нависание, провисание. Это миф из разряда «после стрижки ты лысый». Я сижу, как у нас собеседование такое. В хорошей клинике ты что с чем-то. Ой, боже мой, блин, нет! Oh, yeah! Ладно, окей. Привет! Сегодня у меня встреча с самым популярным пластическим хирургом на YouTube – Эдгаром Каминским. И он будет сканером. Он определит, что я делала, что нет. В принципе, я хочу поговорить о блефоропластике. Блефоропластике? В принципе, я хочу поговорить о пластике бег. Развеять мифы, и, возможно, Эдгар расскажет нам что-то больше об этой операции. А есть орешки в зубах? Я лично с Эдгаром не знакома. Знаю, что он пользуется дикой популярностью среди девушек. Поэтому я, как тоже девушка, хочу лично познакомиться. Oh, yeah! Я пришла обсудить с вами мифы, которые касаются блефоропластики. Я об этом написала в некоторых своих интервью, что я сделаю блефоропластику. Блефоропластику. Блефоропластику, да. Мифы о том, насколько опасна эта операция. Первый миф. После блефоропластики ухудшается зрение. Нет, это миф. Потому что нет связи. Ну, опять-таки, опять-таки, опять-таки. Если вдруг было кровотечение, которое привело к осложнению внутриглазничному, такие случаи, к сожалению, бывают, есть. То есть, тут как бы миф, может ли быть такое? Может. Но бывает ли это часто? Нет. Хорошо. Миф номер два. После удаления грыж под глазами появляется провал. Это миф из разряда «После стрижки ты лысый». Ну, как бы да и да и нет. Ну, да. Ну, смотря, кому прийти. Точно так же и с блефоропластикой. Если один раз удалила грыжи под глазами, они уже не появляются никогда. Да. Это правда. Хорошо. Блефоропластику нельзя делать, если носишь линзы. Блефоропластику можно делать, если носишь линзы. Их можно одевать после операции, спустя час-два. После блефоропластики кожа век быстрее постареет. Наоборот, если видите носогубные складки, любое место, где жир давит, спускается и тянет, лучше этот жир убрать. Потому что он будет растягивать. Если вы уже видите, что растягивает, срочно удалить. Потому что, да, растянет сильно. У возрастных людей 60-70 лет мы можем видеть, прямо провисает этот мешок, гамак. Да. Да, это вот растянулась кожа. Нужно было делать раньше. О, да. У вас крутая профессиональная карьера, и вы ее начали в каком году? В 2003-м. Да. Сто процентов мешки уже были. Да, мешки были. Но они у меня все... Они были всю жизнь. Всю жизнь, да. Все. Отекает либо нижний век или верхний век, а также очень-очень характерно, можете заметить по своим подружкам, малярные мешки. Когда вот здесь появляется такая полоска, и более отчетливо виден вот этот жир. У меня даже были такие иногда. Я так понимаю, вам делали только нижним лев. Да, только нижним. Ну вот у вас будет такой через лет пять, а вот здесь вот будут набираться такие мешочки, и вот этот жир, вот эти вот места, они могут тоже провисать, отекать. Потому что сейчас зеркало на себя посмотреть. Да, я пошла смотреть. Сейчас я фильтры выставлю. Видите, вот здесь, вот здесь, вот такое как нависание, провисание идет. Чуть-чуть ниже голову. О, видите? Вот здесь. Да, вижу. Вот. И оно будет нависать больше. И он удаляется точно так же, как нижний. А, ну, получается, шов будет, потому что меня там удаляется через слизистую? Там делается такая, как точечка, и через эту точечку тоже достается. Боже, кто выставил этот божественный свет? Спасибо этому человеку. Я такая красивая, капец. Еще какая фишка. Не так часто еще беспокоят мешки, как синяки под глазами. Потому что эти мешки, они выдавливают круговую мышцу глаза. Круговая мышца глаза давит на кожу, и получается, как темные глаза. Вот здесь вот ближе к центру. И получается, когда вы удаляете мешок, вы не только отечность удаляете мешок, но и решаете вторую проблему. Это, конечно, может быть цвет, пигмент кожи, но зачастую за счет натяжения. А если вот женщины удаляют после 40-45, у них вот тут вот кожа лишняя не остается? По-разному. Бывает, остаются. Я, например, не очень люблю разрез по ресничному краю, потому что есть два типа операции. Когда мы делаем изнутри, трансконюксивайн, это как делали вам и так далее. Либо же внизу под ресничкой делается надрез, шрама не видно. Ну, как правило, можно найти разные результаты. И делается эта операция, потому что хотят вот эту лишнюю кожу подтянуть. Но нельзя путать структуру кожи, когда она уже мелкоморщинистая и когда она реально вот провисает, когда она собирается в гармошку. Потому что, если сама по себе кожа, она изменилась, и у нее мелкие морщины, то вы, получается, подтянете мелкие морщины. Это как, я не знаю, если бы у меня была одежда в клетку, и я подтянул бы джинсы или штаны, то я бы подтянул бы клетку. Да. Ну, и все, такая логика. Поэтому это все уже вопрос к косметологам, дерматологам, аппаратной косметологии, шлифовка кожи. То есть, как утюгом мы отпариваем, выглаживаем вот эти мелкие морщины. То есть, после операции идет уже уходовая процедура. То есть, нужно просто прийти к доктору и сказать, что не нравится, и как этого можно достичь. Как правило, операция дешевле. Потому что операция, вы сразу решили этот вопрос. Взяли и достали мешок. Да. Мы, кстати, пробовали даже колоть липолитики под контролем УЗИ, и мы можем это делать. Ну, например, кто-то очень боится операции. Под контролем УЗИ, мы на УЗИ видим этот мешок, и мы прямо в него колем. И тоже есть эффект. То есть, так же, как с конками Биша. То есть, технологии, они шагнули вперед, и все очень крутое. Самое крутое и в Украине тоже есть. Уже нету секретов в мире. Главный секрет, это чтобы были деньги, руки и голова, и все. Смотрите, это напечатанная моя голова на 3D-принтере. Да. То есть, уже даже сейчас, например, там все своих клиентов я печатаю на 3D-принтере. И это вот силиконовый оттиск моей кожи. И смотрите, я вам сейчас покажу, почему появляются синяки под глазами. Если вы возьмете мое лицо, мою кожу, вы видите места, где кожа наиболее тонкая. Да. с возрастом эта зона становится шире. Тоньше, 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 тоньше. Вот этот жир падает в носогубную складку. У нас появляется вот такое провисание. Да. Кстати, у вас такого не будет, потому что у вас особенное строение черепа. у вас не будет провисать так жирно. Но это вам повезло. Вот. И он получается истончается. И, не знаю, здесь там, вот если на свет покажу. Вот. А теперь представляем, круговая мышца глаза. Видите, она будет просвечиваться, и давать темный круг. Да. А если еще будет давление со стороны жира, то вот этот синяк будет он еще больше. Да, но это вы говорите с возрастом. Вы видели мои фотки в 20 лет? Это не то, что с возрастом. Это бывает и с детства. Такую операцию можно выполнять и в 18, и в 20, когда есть проблемы. Да. Когда девочка ходит на пары, на работу, и такое впечатление, что она всю ночь пила. Да. И от этого неудобно, неловко. Ну, зачем это терпеть? Так вот. Вот есть орбита. Здесь у нас лежит наш глаз. И он лежит на вот этом жире, как на подушке. И вам как-то хирург удаляет, он же не весь жир удаляет. То есть вот есть жир, который излишний, которого слишком много от природы. Вот есть же девочки, у кого от природы есть грудь? У вас есть какой-то хороший? Есть пару ступчиков. Я с ним не общаюсь больше. Вот. То же самое. Только у вас не было груди, а был жир под глазами. Вот почему так? Ну, вот так. Получается, доктор через веко, он просто убирает лишний жир, он не убирает весь жир. У вас отросли волосы, вы их сострегли. Здесь отрус жир забрали. О, yeah. По поводу вот этого жира. Удалять этот жир нельзя. Вот этот, который вот здесь находится? Вот этот жир нельзя, да. Потому что там проходят протоки, это связано с лимфатической системой, может привести к тому, что будут проблемы, действительно проблемы, ну, не со зрением, но с нижним веком. Да. Может постоянно слезиться глаз, может отекать глаз, приводить к отёку. Поэтому единственный метод – это подбирать методику его только уменьшения, но не удаления полностью. Можно пробовать там, те же липолитики, можно пробовать аппаратную косметологию, которую будет уменьшать. Но опять-таки, я всегда всем-всем-всем-всем-всем советую, перед тем, как вы идёте на любую процедуру, нужно не брошюрку смотреть, не инстаграм фотографию, да после, мы прекрасно знаем, как можно зафейстюнить любое лицо. Да. А смотрите видео результат, да, покажите мне видео. Да. Будет, не будет. У меня у девочки или политики в попу вкололи, так нам такой жах, у неё прям яма. Конечно. А зачем у неё в попу? У неё была большая попа? Нет, не была, но у неё вапка голодная, она хотела ещё лучше попу. Ой, боже мой, блин, нет. Я не буду это смотреть. И ваш французский доктор сбросил. Нет, я не хочу. Я не могу на такое смотреть. Нет, вот так, именно так и выполняется операция. То есть так выполнялась операция, которую делали наши герои. Да. Вы знаете, какого цвета? Ну, я уже увидела, что они лимонные, жёлто-ружасные. Ну, чёртые. Если биркин была такого цвета, как бы называлась эта цель? Она бы называлась тофи. Тофи, отлично. Тофи-пластика. О, yeah. Ну вот, вот они видны. А вот здесь, мне кажется, у меня даже вот эти вот проступали. Как они называются? Малярные. Малярные. То есть вы 10 лет ходили по подиуму. Ходили, 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 и вы же видели, и вы знали про эту операцию. Да. Ну, во-первых, тогда был в моде героиновый шик. Что означает героиновый шик? Ну, это значит, худая, не совсем здоровая, немножечко, может, даже больная. То есть я вот с таким вот внешним видом делала эксклюзив для Гуччи и Сент-Лоран. Я у них была фавориткой, потому что им это нравилось. Но и после второго кесаревсечения я задалась вопросом просто о пластике живота. То есть моя, изначальный мой запрос был на пластику живота. Не на глаза. А потом вы думаете, я это сделаю, сразу и круть. Ну да, я подумала, ну что уже, гулять-то гулять. Деньги есть, жили бедно, хватит. Но губы, я так понял, вы не колонны. Нет. Что, надо? Не, я просто разбираю вас, вот рассматриваю. Так, губы я не колонна, овал лица я не делала, протяжку тоже не делала. Нос мой вообще. Блин, вот вы можете людям сказать, что нос мой. Они меня все время спрашивают, где я делаю ренопластику. Ну видно же, что мой, оно у меня всегда такое. И здесь, да, видно, что нос мой. И если сравнивать с этим носом, многие могут сказать, что вот смотрите, у него раньше был нос вот такой, теперь такой. С возрастом нос худеет. Да. Ну если вся, вот вы вся сами худеете, то и нос худеет. и нос худеет. Да. И поэтому здесь вот он такой кругленький, а здесь он меньше. И по вашим параметрам вот все, 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 все параметры говорят о том, что нос свой. То есть я ваш нос, вот как вы Биркин, я ваш нос с трех метров вижу, Блин, класс, спасибо вам большое. Для меня это прям... Меня тоже никто не любит, и в ресторанах со мной не здороваются. Когда я прихожу в ресторан, все вот так вот, там максимум киво головы или отворачиваются. В носу есть хрящи, и здесь четко видно, что полностью хрящ сохранен. Вот здесь и вот здесь. Следующее, что видно, это вот эти четкие линии перепады, вот этот светотень. У прооперированных носов, ну, иногда удается это сохранить, но из-за того, что... А у вас тоже такая есть, кстати, светотень, Ну, нам повезло с вами. Так вот, иногда, ну, зачастую, если хирург сюда зашел, он что-то здесь поковырялся, сделал, он вышел, там уже процесс рубцевания, и оно сглаживает все четкие линии. То есть, нужно делать первичную, максимально правильную ринопластику, чтобы все-все-все-все сохранить. Но в вашем случае, тогда был бы вопрос, почему вам хирург оставил вот эту кругленькую часть, а сделал здесь? Ну, так никто не делает. Поэтому видно, что нос свой. Во-вторых, видна своя горбинка, которая состоит из хрящей и из костей. То есть, либо вас так прооперировали, оставили широкую кость, высокую горбинку, оставили вот этот круглый хрящ, ну, тогда зачем вы отдавали эту сумму денег? Ну, вы бы сами, сами спросили. Да-да. Поэтому это типичный пример того, что нос свой. И в три четверти свои носы, в три четверти, они всегда дают такую небольшую горбинку. То есть, в профиль он вам может нравиться, в фаз вообще супер. А в три четверти всегда небольшая горбинка. Есть также переход вот от кости к хрящу. хрящу. О, я. Кстати, у вас хорошая нижняя челюсть. Кстати, бы носили? Не, я объясню. Это, это называется дорогое лицо. Ну, Бирка, дорогая сумма? Да. Хорошо, объясняю. Сделать такое лицо дорого. То есть, сделать такое лицо в хорошей клинике, ну, в Штатах, я думаю, 1100 с чем-то, в Европе где-то около 50-60. О чем мы говорим? Значит, во-первых, крутой подбородок. То есть, вот подбородок, если мы говорим о челюсть лицевой хирургии, это в районе 6-10 тысяч евро, если мы выдвигаем его хирургически, там, фиксируем штифтами. То есть, такой подбородок, ну, в Украине вообще редкость. Вот, ну, скажу, 60-70 процентов девушек, у них маленький подбородок. То есть, еле-еле подбородок достает до губ. Да, а у вас, у вас считается идеальным. Это когда губы и подбородок на одной линии. Можно, конечно, филером сделать такой подбородок, но это где-то 3-4 филера, это тоже, ну, не знаю, где-то тысячу, полторы, может, до двух тысяч. И то он сойдет. О, да. Дальше, сейчас бич, все хотят вот четкую линию нижней трети лица. И хотят это сделать чем? Филерами, еще какими-то уколами, что-то там, коля, да, но все, что колят, оно очень мягкое. А почему у вас четкое? Потому что у вас нет жира, и это либо дано от природы, либо сделать это можно только, если от природы есть хорошая кость развитая, и проколоть, допустим, липолитики и стончить. А все, что мягкое, оно не сделает четкую грань. О, да. Губы видно, что свои, потому что, видите, вот эти все полосочки, вот эти все линии, все-все-все-все-все-все сохранено. Надуть такой треугольник невозможно, потому что филер надувает. А надуть острое, ну как шарик, нельзя же острым надуть. А если я вкалю губу, то он пропадет, да? Он надуется, он чуть раздуется. Реально было невероятно интересно, мы пришли по теме эмплифероп... Скажите, оториноларингология. Нет! Поржать хотите просто, да? Окей, мы пришли обсудить тему... Смотри, можешь сказать пластиковек? Пластиковек, да, мы пришли обсудить тему пластики век, вот, в итоге разобрали меня на молекулы, зато мы теперь знаем, что я делаю с собой, это такая горячая правда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, колокольчик, пишите комментарии, и, конечно, подписывайтесь на канал Этгара Каминского. Рад была знакомства. Буду всех ждать. О, я...